25 июня в России стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно продлится до 1 июля. На исполнение своего гражданского долга россиянам дается целая неделя. Это сделано для того, чтобы избежать скопления народа на избирательных участках. О первых проголосовавших расскажет Ольга Руссол. Одним из первых сегодня свой гражданский долг отдал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный. Каждый гражданин имеет возможность проголосовать в течение всей этой недели, включая первое число. Я уже проголосовал. Изменения в основной закон защищают духовные и семейные ценности. Гарантируют индексацию пенсий, социальных выплат. А уровень минимальной заработной платы не ниже прожиточного минимума. Поправки укрепляют суверенитет нашей страны. Потому что международное право не должно иметь приоритет над российскими законами. Кроме того, Юрий Бездудный пообщался с членами движения «Волонтеры Конституции», стенды которых представлены на каждом избирательном участке в городе Нарьинмаре и поселке Искатели. У нас 15 числа началась работа по информированию граждан, относимых изменений в Конституцию. Но в связи с эпидемией нам пришлось существенно сократить количество. У нас стоит три пикета. Они стоят один на площади, возле универмага и возле магазина «Близнецов». То есть вы работу продолжаете? Да, работу мы продолжим по первое число. Глава региона также призвал всех жителей Ненецкого округа не тянуть до последнего дня, а голосовать в течение недели, чтобы максимально разгрузить день общероссийского голосования. С 25 по 30 июня с 12 до 8 вечера. И 1 числа, единый день голосования, значит у нас с 8 до 8 вечера. Поэтому наша съемочная группа отправилась на избирательный участок выразить свою гражданскую позицию. Температурный контроль при входе, обработка антисептиком, одноразовые перчатки и маска. Специальный коврик для обеззараживания подошвы. Также каждый избиратель получает индивидуальную шариковую ручку. Голосование за поправки в Конституцию начинается сегодня, 25 июня. Оно пройдет не в один день и продлится до 30 июня. А 1 июля уже пройдет единый день голосования. Это сделано для того, чтобы на избирательных участках не было столпотворения. Сверкопаспортных данных и подписи при получении бюллетеня с соблюдением санитарного дистанцирования. Кроме того, пол на избирательном участке поделен на специальные зоны, которые позволяют сохранять дистанцию между избирателями. К моменту открытия участка у нас стояли люди, желающие проголосовать. Буквально сразу в 12 минутами проголосовал первый. Сейчас вот вы 18-е. Да, за 3 часа 17 человек прошло. За ходом голосования следят общественные наблюдатели. По словам Виктории Кузьминой, на веренном ей участке нарушений замечено не было. Мне хотелось как-то выразить свою гражданскую позицию, не только проголосовав, но и понаблюдать, как остальные люди это делают, как проходит этот процесс со стороны. Еще раз напомним, голосование по поправкам об основной закон страны продлится до 1 июля. Начиная с 25 июня голосовать можно также на дому по уважительной причине. Для этого необходимо позвонить в свою участковую избирательную комиссию и оставить соответствующую заявку. И еще один приятный бонус. Каждый проголосовавший получает вот такую вот замечательную чашку с символикой Ненецкого округа. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.